Виктор Драгунский, куриный бульон. Мама принесла из магазина курицу, большую синеватую с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно и сказала, «Если папа придет пораньше, пусть сварит. Передашь?» Я сказал, «С удовольствием». И мама ушла в институт, а я достал акварельные краски и стал рисовать. Я хотел нарисовать Белочку, как она прыгает в лесу по деревьям, и у меня сначала здорово выходило, но потом я посмотрел и увидел, что получилось вовсе не Белочка, а какой-то дядька, похожий на Майдадыра. Белкин хвост получился как его нос, а ветки на дереве как волосы, уши и шапка. Я очень удивился, как могло так получиться. И когда пришел папа, я сказал, «Угадай, папа, что я нарисовал?» Он посмотрел, задумался, «Пожар?» «Ты что, папа? Ты посмотри хорошенько!» Тогда папа посмотрел как следует и сказал, «Ах, извини, это, наверное, футбол». Я сказал, «Ты какой-то невнимательный, ты, наверное, устал». А он, «Да нет, просто есть хочется. Не знаешь, что на обед?» Я сказал, «Вон за окном курица висит, ты свари и съешь». Папа отцепил курицу от форточки и положил ее на стол. Легко сказать, «Свари». Сварить можно, сварить — это ерунда. Вопрос, в каком виде нам ее съесть. Из курицы можно приготовить не меньше сотни чудесных питательных блюд. Можно, например, сделать простые куриные котлетки, а можно закатить министерский шницель с виноградом. Я про это читал. Можно сделать такую котлету на косточке, называется киевская, пальчики оближешь. Можно сварить курицу с лапшой, можно придавить ее утюгом, облить чесноком, и получится, как в Грузии, цыпленок табака. Можно, наконец, но я его перебил. Я сказал, «Ты, пап, сваришь что-нибудь простое, без утюгов? Что-нибудь, понимаешь, самое быстрое?» Папа сразу согласился. «Верно, сынок, нам что важно? Поесть побыстрее — это ты ухватил самую суть. Что же можно сварить побыстрее?» Ответ простой и ясный — бульон. Папа даже руки потер. Я спросил его, «А ты бульон умеешь?» Но папа только засмеялся. «А чего тут уметь?» У него даже заблестели глаза. Бульон — это проще паренной репы. Положу в воду и жди, когда сварится. Вот вся премудрость. Решено. Мы варим бульон, и очень скоро у нас будет обед из двух блюд. На первое — бульон с хлебом, на второе — курица вареная, горячая, дымящаяся. «Ну-ка, брось свою репенскую кисть и давай помогай». Я сказал, «А что я должен делать?» «Вот, погляди. Видишь на курице какие-то волоски?» «Ты их состриги», потому что я не люблю бульон лохматый. «Ты состриги эти волоски, а я пока пойду на кухню и поставлю воду кипятить». Он пошел на кухню, а я взял мамины ножницы и стал подстригать на курице волоски по одному. Сначала я думал, что их будет немного, но потом пригляделся и увидел, что очень много, даже чересчур. И я стал их состригать. И старался быстро стричь, как в парикмахерской, и пощелкивал ножницами по воздуху, когда переходил от волоска к волоску. Папа вошел в комнату, поглядел на меня и сказал, «С боков больше снимай, а то получится под бокс». Я сказал, «Мне очень-то быстро выстригается». Но тут папа вдруг как хлопнет себя по углу. Господи, ну и бестолковые же мы с тобой. «Дениска, и как это я позабыл? Кончай стрижку. Ее нужно опалить на огне, понимаешь? Так все делают. Мы ее на огне подпалим, и все волоски сгорят. И не надо будет ни стрижки, ни бритья. За одной». И он схватил курицу и побежал с ней на кухню. А я за ним. И мы зажгли новую горелку, потому что на одной уже стояла кастрюля с водой и стали обжигать курицу на огне. Она здорово горела и пахла на всю квартиру паленой шерстью. Папа поворачивал ее сбоку на бок и приговаривал, «Сейчас, сейчас, оха, хорошая курочка, сейчас она у нас вся обгорит и станет чистенькая и беленькая». Но курица наоборот. Становилась какая-то черненькая, вся какая-то обугленная. И папа, наконец, погасил газ. Он сказал, «По-моему, она как-то неожиданно прокоптилась. Ты любишь копченую курицу?» Я сказал, «Нет, это она не прокоптилась, просто она вся в саже. Давай-ка, пап, я ее вымою». Он прямо обрадовался. «Ты молодец», — сказал он. «Ты сообразительный, это у тебя хорошая наследственность. Ты весь в меня. Ну-ка, дружок, возьми эту трубочистую курицу и вымой ее хорошенько под краном, а то я уже устал от этой возни». И он уселся на табурет. А я сказал, «Сейчас я ее, мигом». И я подошел к раковине, пустил воду, подставил под нее нашу курицу и стал тереть ее правой рукой изо всех сил. Курица была очень горячая, жутко грязная, и я сразу запачкал свои руки до самых локтей. Папа покачивался на табурет. «Вот», — сказал я, «Что ты, папа, с ней надел? Совершенно не отстирывается. Сажи очень много». «Пустяки», — сказал папа. «Сажа только сверху. Не может же она вся состоять из сажи? Подожди-ка». И папа пошел в ванну и принес мне оттуда большой кусок земляничного мыла. «На», — сказал он. «Мой как следует. Намыливай». И я стал намыливать эту несчастную курицу. У нее стал совсем какой-то уже дыхловатый вид. Я довольно здорово ее намылил, но она очень плохо отмылилась. С нее стекала грязь, стекала уже, наверное, с полчаса, но чище она не становилась. Я сказал, «Этот проклятый петух только размазывается от мыла». Тогда папа сказал, «Вот щетка. Возьми-ка, потри ее хорошенько. Сначала спинку, а потом уж все остальное». Я стал тереть. Я тер изо всех сил. В некоторых местах даже протирал кожу. Но мне все равно было очень трудно, потому что курица вдруг словно оживела и начала вертеться у меня в руках, скользить, и каждую секунду норовила выскочить. А папа все не сходил со своей табуретки и все командовал. «Крепче три! Ловче! Держи за крылья! Эх ты, да ты, я вижу, совсем не умеешь мыть курицу!» Я тогда сказал, «Пап, ты попробуй сам». И я притянул ему курицу. Но он не успел ее взять, как вдруг она выпрыгнула у меня из рук и ускакала под самый дальний шкафчик. Но папа не растерялся. Он сказал, «Подай швабру!» И когда я подал, папа стал шваброй выгребать ее из-под шкафа. Он сначала оттуда выгреб старую мышеловку, потом моего прошлогоднего оловянного солдатика. Я ужасно обрадовался, ведь я думал, что я совсем потерял его, а он тут как тут, мой дорогой. Потом папа вытащил, наконец, курицу. Она была вся в пыли, а папа был весь красный. Но он ухватил ее за лапку и поволок опять под кран. Он сказал, «Ну теперь держись, синяя птица!» И он довольно чисто ее прополоскал и положил в кастрюлю. В это время пришла мама. Она сказала, «Что тут у вас за разгром?» А папа вздохнул и сказал, «Курицу варим». Мама сказала, «Давно?» «Только сейчас икунули», – сказал папа. Мама сняла с кастрюльки крышку. «Солили?» – спросила она. «Потом», – сказал папа, «когда сварится». Но мама понюхала кастрюльку. «Потрошили?» – сказала она. «Потом», – сказал папа, «когда сварится». Мама вздохнула, вынула курицу из кастрюльки. Она сказала, «Дениска, принеси мне фартук, пожалуйста. Придется все за вас доделывать, горе повара». А я побежал в комнату, взял фартук и захватил со стола свою картинку. Я отдал маме фартук и спросил ее, «Ну-ка, что я нарисовал? Угадай, мама». Мама посмотрела и сказала, «Швейная машинка, да?»